Родственники погибших во время январских событий вновь пришли в Генеральную прокуратуру. Они требуют справедливого расследования обстоятельств смерти своих близких и наказания виновных. На прием к берегу Асылову им не удавалось попасть ни разу. Не приняли их и сегодня. Сотсыз қайтадан қаралып, ода бауырының толығымен ақталып шығын сұраймын. Среди приехавших в Астану Айдос Мелдихан. Отец 4-летней Айкур Кем, которая погибла в январе. Машину, где она находилась со старшими братьями и сестрой, обстреляли на площади. Айдос Мелдихан считает, что стрелявшие должны понести наказание. Сейчас в деле о смерти всего один подозреваемый. Заместитель генерального прокурора говорит, что расследование дела в отношении стрелявших в машину с детьми близится к завершению и скоро будет передано в суд. Менен хабарым бар был кылмыстықыстың аяқталғандығы туралы. Жене ол жерде сол оғатуға бюрікперген, Командир батальоның сәрегеті сарадаланып, Сол командир батальоның күнәлдіп табылып, Сол лавазым есеншістіңен кылмыстықыз аяқталып, Сотка жолдану жоспарлануда. Похожие ответы в генпрокуратуре дали и другим родственникам погибших в январе прошлого года. Несогласным с приговорами судов рекомендовали их обжаловать. Тем, дела которых еще не завершены, советовали ждать. Недовольные такими ответами люди пошли в администрацию президента, сдали свои обращения. Мирные митинги в начале прошлого года переросли в беспорядки. Власти заявили об атаке на страну террористов и приказали стрелять на поражение. Версия нападений террористов так и не нашла подтверждения. В январских событиях погибли по меньшей мере 232 человека. Еще шесть стали жертвами пыток в полиции после массового задержания вслед за кровопролитием. Прокуратура заявила, что после январских событий было возбуждено около 5000 дел.